Лидия Сергеевна Мы с женой селись, каждый на своего Когда самый невезучий верблюд увидел Лидию Сергеевну Он понял, что эта прогулка будет для него последней Теща потрепала верблюда по морде и сказала Ну шо, Кэмэл, покатаемся Пока она залезала на верблюды, губы последнего шептали классическую фразу Боливар не выдержит двоих Но было поздно На протяжении всей поездки корабль пустыни стонал и матерился Но мужественно шел вперед, проваливаясь в песок по колени Тещины колени Когда Лидия Сергеевна запела по диким степям за Байкалья Верблюд воспринял это как приговор Через пятьдесят метров он написал копытом на песке «Прощайте, жизнь больше не имеет смысла» И одним горбатым в Африке стало меньше На следующий день во время обеда ко мне на лоб села муха Решил, что эта муха ЦЦ, теща убила ее наотмашь ладонью Когда я открыл глаза и лежал в двадцати метрах от нашего столика Из памяти начисто исчезли двадцать лет супружеской жизни А мне подошла какая-то женщина, сказала, что она моя жена Я сказал, что она обозналась, и я холостой Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости С последующим ударом ногой в затылок моя память вернулась в полном объеме На следующий день мы пошли прогуляться Во время привала мы с женой съели один банан на двоих Теща пожирала копченую баранью ногу вместе с копытом Мимо пробегал голодный гепард, схватил ногу и дал деру Он думал, что он самое быстрое животное в мире Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости Через десять минут она тыкала гепарда мордой в копченую ногу барана Повторяя, нельзя, нельзя Гепард жалобно мяукал На следующий день во время очередной прогулки На нас напало племя людоедов-каннибалов Увидев Лидию Сергеевну, не поняли, что их продовольственная программа Выполнена на два года вперед Вот только завалить тещу Наивные Завалить тещу смог только один человек на свете Мой тес Николай Петрович После последующей экзекуции Камнибалы навсегда стали вегетарианцами Потому что жевать мясо беззубым ртом Невозможно На следующий день теща решила позагорать Пробегавший мимо бородавочник, увидев тещу в мини-бикини Понял, что не такой ушеный бородавочник На следующий день мы катались на джипе На очередном повороте из тещины в сумке вылетела краковская колбаса По шаре в кустах она достала колбасу обратно Колбасой оказалась пятиметровая анаконда Они посмотрели друг другу в глаза И тут рептилия открыла страшную пасть и обнажила ядовитые зубы Анаконда свою пасть открывать не стала «Живи, червяк, навозы!» Сказала Лидия Сергеевна И выкинула змею обратно в кусты Униженная рептилия наглоталась камней и утопилась в ближайшем водоеме На следующий день во время очередной прогулки Из чащи вышла огромная горилла Схватила тещин фотоаппарат и залезла на пальму Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзость И полезла на пальму вслед Под тяжестью двух человекообразных пальма согнулась до самой земли Горилла спрыгала на землю Лидия Сергеевна Не успела Пальма резко распрямилась Словно Ми-29 теща полетела над просторами Савальны Горючий лилось из самолета на протяжении всего полета В Ми-29 теща полетела над просторами Савальны Это Лидия Сергеевна преодолела звуковой барьер Хотя на самом деле это был просто страх Позже местные ученые рассказывали, что видели метеорит, который матерился при падении На следующий день мы поехали на экскурсию в Савальну Увидев стадо в буйволах, теща словно гиена кинулась в самую средину Зажала старую буйволицу между двух кустарников Лихо надоела ведро молока и вернулась обратно И только через полчаса экскурсовод признался, что буйволицу в этом стаде Не было Тещу очень понравилась Африка Когда мы приехали домой, она включила телевизор, чтобы посмотреть последние извести Там показывали американского президента Она сказала, что мужчина с этой внешностью когда-то приставал к ней И даже обещал жениться, но потом сбежала Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости Поэтому скоро мы едем в Америку Пожелайте нам удачи Спасибо